Друзья, всем привет! И сегодня в этом видео хочу вам показать, как я реально использую нейросети, и как это можно применять, и как это можно монетизировать. Покажу на примере вот этого скетчбука. Вы его видите в продаже на Wildberries. Как он оформлен? Вот он у меня в руках. Это раскраска, в которой собрано много цветов. Именно эти скетчбуки я разрабатываю с помощью нейросетей. Давайте покажу, как я это делаю. В основном скетчбуки я разрабатываю в двух нейросетях. Это Leonardo и это Discord. В зависимости от того, какая мне нужна задача, в зависимости от того, какая мне нужна картинка. Данные скетчбуки у меня разрабатывались в нейросети Discord. И здесь первым делом я начинаю писать тот запрос, который мне нужен. Например, скетч of flowers. Пишем рисунок цветов. Но здесь нужно сразу понимать, что при таком запросе мы сейчас не получим вот такую картинку. Ни вот такую картинку, скорее всего, мы не получим. Ни вот такую картинку не получим. Первое, с чего я всегда начинаю свою работу, это с подбора промпта. То есть здесь я закладываю там 10-15 попыток для того, чтобы отработать, как будет этот промпт смотреться, нравится, не нравится мне результат, в какую сторону я его хочу увести. Вплоть до того, что при разработке вот данного скетчбука я рассказывала, какие я цветы хочу увидеть. Здесь был и чертополох, здесь были и пионы, и розы. Я как бы, когда нашла правильный промпт, правильное сочетание, в котором мне понравилась визуализация, то я уже начала добавлять туда ту особенность, те цветочки, которые бы я хотела видеть. Там были и хризантемы, розы и так далее. Сейчас он нам выдаст, может быть, что-то похожее для того, чтобы использовать на обложке, но вряд ли пригодна для того, чтобы раскрашивать. Поэтому промпт надо будет дорабатывать. У меня уже есть своя приписочка, которая позволяет делать, соответственно, раскраски. Это называется for coloring. И надо посмотреть, хватит ли, соответственно, вот такого дополнения. Иногда нужно два раза написать for coloring, for coloring. Опять же, это прорабатывается индивидуально под тот запрос, который вам нужен. То есть, здесь я начинаю писать. Мы можем написать, например, roses, flowers. Вот здесь написать roses. И дальше начинать делать. Если вдруг вы не овладеете, например, английским языком, то используйте переводчик. Я работаю. Это приложение Discord. И в этом приложении, соответственно, вот MidJourneyBot у меня оплаченный платный тариф. И я с ним начинаю общаться. Вот у меня начинаются цветочки. И здесь я всегда очень четко отслеживаю, а смогу я такое раскрасить, а не смогу я такое раскрасить, а будет ли это пригодно для того, чтобы это было применено как раскраска. Потому что, видите, здесь много серого, а здесь непонятно как что. Вот она мне начала делать розы, потому что я ее попросила сделать розы и так далее. Если я понимаю, что какой-то букет мне нравится, но что-то хотелось бы изменить, то я начинаю работать с вариациями и подбирать. Соответственно, это такая вот работа оператора, который подбирает запрос под ту идею, которая у меня в голове. Потому что я делаю много разных интересных штук. Там и котята одеты в интересную одежду, и цветы, и одежда в историческом стиле, одежда, бизнес-одежда. Это все нужно очень четко и хорошо проработать промто. Это ускоряет мою работу. Но это не делает заменение целиком. Когда мне картинка какая-то понравилась, я понимаю, что да, вот с этой картинкой я потенциально могу ее работать. Я сохраняю изображение туда, куда мне нужно. Соответственно, в нужную мне папочку. Видите, у меня там какие-то зайчики в разработке. Всегда что-то где-то в разработке есть. При этом я часто использую на ресете, например, в дороге. Вот я куда-то еду, особенно если я не за рулем, а если я там в метро или так далее, то я просто сажусь и начинаю там в дискорде какие-то подбирать моменты, которые мне нравятся для того, чтобы это все было. Вот у меня получилось еще несколько цветочков. Я уже могу выбрать. Соответственно, таким образом нарабатывается нужное количество картинок. Я стараюсь их сделать максимально разнообразными, то есть не использовать вот так 4 картинки, а выбирать максимально разные, которые будут не похожи, которые будут соответствовать тому запросу, который мне нужен. После этого я эти картиночки сохраняю в папочку, где они будут находиться. Сейчас я вам покажу. Вот, соответственно, вот видите, большая такая целая подборка картинок, которые сделали. Вторым этапом идет обработка этих картинок, а именно, если мы говорим о предпечатной подготовке, то необходимо эти картинки обработать в фотошопе. Почему? Вот, например, у меня сделана картинка в фотошопе. Я ее открыла. И какая здесь с ней засада? Она имеет цвета. Если я посмотрю, например, цветовой тон и насыщенность, то вот здесь будет видно, что она, видите, она имеет цветность. Когда я печатаю раскраски, то в раскрасках у меня всегда строго только черно-белое. Ну, там серые оттенки бывают, но только черно-белое. Цвет не может быть добавлен. Поэтому я перевожу все изображения в режим Grayscale или в режим градации серого. Применяю. Как видите, сразу вот этот цвет, он ушел. Сейчас я вам покажу еще раз. Вот, смотрите внимательно, вот сюда здесь это будет видно. Изображение, режим градации серого. Видите, уходит. Вот. И, соответственно, здесь я уже могу делать коррекцию и смотреть, как это будет выглядеть, увеличивать количество белого, смотреть количество черного, корректировать, для того, чтобы картинка приобрела максимально тот вид, с которым удобно будет ее раскрашивать, если она вообще подходит под раскрашивание. Вот. После того, как я это все обработала, здесь можно, например, доработать картинку при помощи нейросети «Встроенный фотошоп». Она работает только с RGB или SMIC, поэтому надо перекрутить обратно. Мы с вами берем, выделяем фрагмент, который мы, например, хотим на что-то заменить. А иногда бывает, что что-то выскакивает некрасиво и так далее. Мы его выбираем. Выбираем генеративную заливку. Генеративная заливка – это та же нейросеть, только встроенный в фотошоп. Работает это только, естественно, только на официальной версии. На никаких пиратских это работать не будет. У меня все подключено. И давайте напишем «Роза». Я хочу заменить на «Розу». Притом он понимает прекрасный по-русски. Если «Меджорни» будет работать с нами только по-английски, то этот будет понимать по-русски. Вот здесь вот справа, смотрите, там в панели «Слои» у нас образовался генеративный слой. Дополнительный, да, вот который в слоях. Вот он, дополнительный слой. И, соответственно, в «Свойствах» вот у меня появилась «Розочка». Вот, соответственно, я могу выбрать. Не всегда генерируется ровно то, что мне нужно, поэтому можно, например, генерировать еще раз. То есть меня не удовлетворили те варианты, которые там сделались. Такое часто бывает, когда там какие-нибудь хвостики, ушки, детали платья, добавление аксессуаров. Это можно делать вот таким образом. Можно делать классическим образом, когда вы в фотошопе все это собираете, делаете, и дальше уже вставляете. Вот. То есть я могу согласиться, могу не согласиться на то, что мне предлагает фотошоп. После того, как картинка сделана, я ее все-таки в «Грэскейл» обратно делаю, выполняю сведения, чтобы все слои слиплись, и сохраняю в формате PNG. Для того, чтобы в дальнейшем открыть иллюстратор. Знаю, кто-то скажет, что это дикость. Для меня это принципиально важно и удобно работать в иллюстраторе. Здесь я уже делаю финальный макет. Для этого есть специальная программа InDesign. Но я здесь тоже дорабатываю какие-то аспекты, доделываю, поэтому я всегда использую именно иллюстратор. Что здесь я раскладываю? Я здесь раскладываю обложку, она тоже сгенерирована при помощи нейросети. Я раскладываю полное количество картинок, сколько нужно. Их здесь 60 в этом скетчбуке. И после этого еще добавляю логотип, обрезаю краешки, если они куда-то выходят, и размещаю их таким образом, понимая, что вот здесь у меня будет пробивная пружина, вот эта вот. Чтобы она тоже этот кусочек не делалась. И работаю с каждым изображением, центрую, выбираю размер и так далее. После этого мы уже едем на производство смотреть, как это все отпечатывается. Это отдельный процесс. Утверждаются образцы, что там ничего нигде не выползло, что правильно сделана цветокоррекция на обложке, что внутри, все линии четкие, правильные и нужного момента. И уже после этого получаем вот такой вот классный скетчбук. Давайте я полистаю вам и покажу, как это все смотрится. А если у вас остались вопросы, обязательно мне пишите. Так что для того, чтобы создать вот такую штуку, мне требуются целых три программы. Дискорд, фотошоп и иллюстратор. Знаю, что кто-то скажет, что это можно сделать проще, но моя система такая. И вот такой результат у нас получается в итоге. Это скетчбук форматом А5, 21 на 15. Вот задничек у него еще. Добавляем отдельный штрих-код, который генерируется через систему. И в нем 60 страниц. Как видите, вот все аккуратно отпечатано. Здесь просмотрено, чтобы сильно все не на вылет не выходило. То есть минимальное количество, которое есть. И 60 страниц разных уникальных красивых дизайнов. Все черно-белое, удобно для раскрашивания. Бумага плотная, 160 грамм на метр квадратный. Это классическая альбомная. И вы можете раскрашивать как акварелью, так маркером и карандашами. Ну и вообще всякими блестками и всем остальным. Вот такая история, вот такое применение.